И вновь у нас новое задание на таинственный потенциал. Переходим к миссии, смотрим, что же нам оставил наш замечательный дружескранник. Да шутка, какой странник, конечно же, скиталец. В прошлом видео, как и в этом, я сказал тупость, это был грёбаный скиталец. У нас нифига не странник. Вот, есть, короче, у нас миссия логова скитальца. И там, соответственно, нам говорят, ладно, дружище, у нас есть всё, что нужно, там, бла-бла-бла и так далее. Вот мы сейчас будем смотреть, что же ему от нас нужно, зачем и почему. Если хочешь узнать, принеси всё это на изгой, то я, возможно, оставлю там для тебя сообщение. Мы перемещаемся на изгой. На краю вселенной, у чёрной дыры. И смотрим. Предположу, что вот здесь вот действительно для нас появилось что-то новое. Возможно. Но это не точно. Хотя хочется на это, конечно, надеяться. И да, так и есть. Теперь мы партнёры. Поэтому раскрою тебе секрет. Я натравил плохих людей на хороших. Из-за этого в городе могут возникнуть проблемы. Уже пострадали невинные. Положа руку на сердце, я сожалею, что из-за меня погибли люди. Но я выжил, потому что способен принимать такие решения. Потому что веками я делал то, что было необходимо. Волководцы и Железные Лорды показали мне, что свет это никакой не дар. Он принёс разрушение и смерть. А когда мы умоляли о смерти, он отказал нам даже в этом. Говорят, что Тёмная Эпоха – это время неописуемых страданий. Я могу описать их тебе в красках. Но в другой раз. Найди остальные сообщения. Да, я записал для тебя сообщение. Ха-ха-ха-ха-ха. Вот такой вот он интересный, этот скиталец. Возвращаясь к нашему дорогому скитальцу, мы сможем поговорить с ним ещё об одном диалогике. Ну, точнее, он будет говорить, как всегда, с нами, а мы будем тупо молчать. Мы с тобой давно работаем. Гамбит, Прайм. Недурно, да? И вопреки здравому смыслу, я доверяю тебе самую малость. Но чтобы сотрудничать со мной и дальше, тебе нужно кое-что узнать. Я подготовил для тебя руководство по выживанию от именитого эксперта. Хех, меня. Шаг первый. Двигай в Европу. Ну что ж, скиталец нервничает, но при этом он искренне говорит вам, что теперь считает вас своим другом, одним из немногих своих друзей. Поэтому на борту изгоя он оставил вам запись, первую серию записей, которые помогут вам постичь мудрость лучшего стратега в мире. Начинайте поиски в европейской мертвой зоне. Вот такие вот дела. Управляйте им за и разрешите записи, которые оставил для вас скиталец. Можно найти у компьютерных консолей, в каждой из перечисленных локаций и в затерянных секторах. Тросланд, космический док, затопленные ущелья, лагерь Пилигрима, зона раскопок и извилистая бухта и логово мусорщика. В этих вот зонах будет его послание. Найдем и послушаем, друзья мои. Судя по тому, что я понял, нам нужно находить компьютеры. Первый находится вот здесь. В темную эпоху все было по-другому. У нас не было города. Полководцы и железные лорды чуть не обратили мир в прах, пытаясь доказать, кто из них лучше и за что стоит бороться. Я спасался от голода как мог. Тебе когда-нибудь приходилось умирать голодной смертью? В темную эпоху это не было редкостью. Призраки возрождали нас, но голод-то оставался. Это меня жутко бесило. Однажды я набрел на деревушку, в которой можно было отсидеться. Горстка хибарок, да и только. Но люди там жили хорошие. Они дали мне работу, а свет мне удалось сохранить в тайне. Хотя порой я совершал для них мелкие чудеса. А потом туда заявились железные лорды. Мой призрак спрятался, и они ничего не заподозрили. Они заключили с нами сделку. Как будто у нас был выбор. Заплатили нам за возможность отсидеться в деревне и дождаться полководцев. А затем железные лорды напали на них. Но досталось и нам. В моей голове до сих пор крутятся слова соседской девочки. Прямо перед тем, как в глазах этой кроки угас свет, она прошептала, Я ничего не чувствую. Да. Я тоже ничего не чувствовал. На этом всё. Конец записи. Ну вот и первая запись. Ну для того, чтобы найти следующую часть, нам потребуется попасть в подземелье. Находится она под вот этим кораблём. А точнее... Вот здесь вот. Вот она. Заходим, проходим, а дальше покажу, где будет находиться эта хрень. Когда расправились со здоровяком, забираете тобычу и бежите быстренько вот сюда. То есть вот там находится сандук, вот здесь находится панель. Привет, сорвиголова. Это снова скиталец. И я расскажу тебе, как правильно скитаться. Часть третья. Никогда не доверяй своему призраку. Он всего лишь инструмент. Твоя связь со светом. Но он тебе нисколько не друг. Думаешь, призрак спасает твою шкуру, когда воскрешает тебя? Он спасает свою. Мне наплевать на учение стражей. Мне наплевать на то, что говорит тебе твой летающий дружок. Откуда нам знать, кто вообще такие эти призраки? Они дружелюбны, так? Но в тёмную эпоху я встречал призраков, готовых прикончить тебя за синюю инграмму, а потом плюнуть на твою могилу. Всё ради того, чтобы взрастить свой свет. Усилить связь со странником. Что бы это ни значило. Если ты думаешь, что таких призраков больше нет, то ты тупица. Вот мой призрак, например. От него у меня мурашки по коже. Запись окончена, призрак. И не смотри на меня так. Ты знаешь, что я о тебе думаю. Вот такое неожиданное сообщение. Итак, следующая часть у нас находится здесь. Проходим, как всегда, быстро подземелье небольшое. Если смотреть по карте, я нахожусь вот здесь вот. Проходим это подземелье и дальше покажу, где конкретно стоит послание скитальца. Забираем нашу награду. Идём, слушаем. Если ты собираешься работать со мной, тебе следует знать о тенях Йора. Они подчиняются приказам очень плохого человека по имени Дреджин Йор. И что же ищут его тени? Всё, чего нет у света. Я думал, они помогут мне разобраться в битвах света против света, которые разыгрались во время Тёмной Эпохи. Но чем больше времени я с ними проводил, тем яснее понимал, что они слепы, как и все последователи Странника. Шило на мыло. Я порвал с ними. А тот титул, что я выдаю, Дреджин, я сделал это назло им, чтобы вывести тени на солнечный свет. Это сработало как по волшебству. Я люблю вас, стражи. Вы такие честные, такие услужливые. Это тебя злит? Хорошо. Гнев тебе поможет. И ещё одно интересное сообщение. Для местонахождения следующей записи мы телепортируемся в Тросланд. Проезжаем вот здесь, через мост. Ну а дальше увидите. Как я уже сказал, переезжаем через вот этот мост. То есть мы оказываемся по эту сторону от города. Дамба справа. И едем дальше. Доехали до сюда, зачищаем всю местность и слушаем сообщения. Как только зачистили всю местность, подходим вот сюда к палаткам. И вот здесь вот есть сообщение наше. Раз уж ты со скитальцем, то тебе надо знать о Шине Мальфуре. Человек с золотой пушкой и всё ещё жив. Он герой, легенда. Само собой он охотится на моего призрака. И он далеко не первый. Но теперь у каждого второго в кабуре злоумышленник. Так что если Мальфур сюда сунется, ему не сдобровать. Он ревностно следует свету и убивает каждого, кто связался с тьмой. И всё из-за одного взбунтовавшегося стража. Но бояться надо не его золотой пушки, подруга. Бояться надо человека, который создаёт свои правила, а потом уничтожает любого, кто с ним не согласен. Это не по мне. И мириться с этим я не собираюсь. Я лично тоже. Но пойдём к следующему. Чтобы найти следующую запись, идём под вот эту пушку. Если кто не понял, мы находимся под опорной базой. Заходим в зону раскопок. Находится она прям-таки за мной. Вот здесь вот. Проходим это под земель и дальше я покажу, куда нам надо. Как только вы убили босса, разворачиваемся сюда. Здесь у нас находится Судучело. Обходим машину. Можно справа, можно слева. И запускаем диалог. Очень любезно со стороны авангарда разрешить мне ночевать в крылья. Холод сюда не проникает. Почти. Доверяю ли я им после этого? Чёрт Ас-2. Они ведут людей на смерть, точно как железные лорды. Да, людей. Как ты и я. Если у нас есть свет, это не значит, что мы перестаём быть людьми. Не позволяем убеждать себя в обратном. А этот их девиз? Защищай город? Ха! Человечеству конец. Его уже не спасти. Даже если бы ты могла накрыть весь город защитой рассвета, люди начали бы вымирать сами по себе. Каждый, кого ты спасаешь, не больше, чем воспоминания. С меня хватит. Когда-нибудь ты это поймёшь. Вот увидишь. Ну что, к следующему. Чтобы найти следующее послание, нам нужно переместиться в извилистую бухту. Как бы это не было смешно. Просто тэпаемся сюда. И послание будет вот тут. Я думал, что город сделал из вас слабаков. Но тут появилась Варлок Онор. Тот ещё крепкий орешек. И она точно хочет меня убить. Она сорвала мою сделку с тенями Йора в центре города. Мои... эх... приятели взяли заложника, а Онор разнесла целый квартал, чтобы его спасти. Живыми оттуда ушли не все. Типичная лицемерия Авангарда. Она словно с цепи сорвалась. Я бы сначала поговорил с тенями. И никто бы не пострадал. Зато Авангард, небось, доволен. В Охотничьих Притонах поговаривают, что Онор собирает группу Стражей, чтобы разобраться со мной и тенями. Цирк, да и только. Одна из них Страж, героиня Красной Войны, прям как ты. Одна из дружков Кейда, тоже как ты. Завсегдатай Гамбита. Но шпионка всегда ей была. Мне все равно. Пока она приносит частицы, мы квиты. Ну а ты смотри в оба партнер. Твои друзья могут быть не теми, за кого себя выдают. Вот так-то. Ну что ж, и коли мы здесь, давайте посмотрим. Отсюда можно поехать в сторону логового мусорщика. Ну это опять же к мосту, вот сюда вот. И заходим в это подземелье. Когда его пройдем, покажу, куда нам нужно. логово мусорщика находится вот здесь. Вот мост, вот логово. Под горой. Сразу же. На этот раз нам достаточно просто войти в подземелье, перебить в первой комнате всех врагов, но по сути до того, как откроется, ну или не перебивать, и прослушать сообщения от друга. Эй, ты добралась до заключительной части моего небольшого семинара. Мне даже сказать больше нечего. Я и так уже тебе все уши прожужжал. Пожалуй, скажу тебе вот что. Хочу, чтобы ты знала. Ты самое близкое подобие рабочей лошадки, которая встречалась мне за последнюю тысячу лет. Могу представить, какая мина у тебя сейчас на лице. Будто бы ты крови презренных хлебнула. Рабочая лошадка это такое выражение, сестренка. На сленге темной эпохи это означает у нас все путем. Так же сейчас говорит молодежь? Сейчас я скажу то, чего не говорил никому. Потому что все либо мертвы, либо пытаются меня убить. Не обольщайся разговорами о надежде. Это тебя убьет. Живи сегодняшним днем. Обменяй свой десантный корабль на мощный транспортник и отправляйся в путешествие по вселенной, пока есть возможность. Я желаю тебе только добра, сестренка. В этой системе ты его не найдешь. Кстати, коллапс был не последней катастрофой, которую пережило человечество. Старина Скиталец видел, что нас ждет. Все, что я делаю в мире девяти это подготовка. Я приберег несколько местечек. Одно из них для тебя. Решение за тобой. Ну что ж, а дальше мы узнаем, что же нас ждет. Ну, в данный момент мы получили общее дело. Выслушав все, что сказал Скиталец, вы приходите к выводу, что должны навестить его. Отправляйте Скитальцу в крыло баньше. Встречься со Скитальцем. Давайте это сделаем. Ну что ж, мы даже шли до нашего Скитальца. И смотрим, что же нам дадут или скажут. Мы стали понимать друг друга чуть лучше, сестренка. Просто будь осторожна. Все, кто меня знает, либо пытаются меня убить, либо мертвы. Куча народу охотится за моим призраком. Дружба со мной может выйти тебе боком. Наслушай, если вдруг что-то случится, мы нашпигуем их пулями. Зуб даю. Похоже, Скитальц обрадован тем, что все еще готовы с ним разговаривать после того, как услышали все, что он сказал. Скитальц считает, что теперь вы одна команда. Если кто-нибудь перейдет дорогу одному из вас, а скорее всего так и будет, ведь у Скитальца длинный список врагов, ну, тогда он прикроет вас, а вы его. Что ж, Скитальц я надеялся на что-то большее. Эх, Скитальц, Скитальц. Что с ботиночки, кстати, он нам дал? 669, в принципе, получше, чем те, что у меня есть, так что можно считать, что Скитальц красава. Ну вот, ладно. Что могу сказать? Вот такая вот интересная сюжетная миссия от Скитальца. Надеюсь, вам понравилось. Как только выйдет следующее, будем ее обозревать. Кстати, хотите выбить интересный пистолетик? Я знаю как. Скоро расскажу. А пока, всем пока.